Доброе утро, друзья! Говорят, что все болезни от нервов. Ну и современная медицина, оказывается, это не опровергает. Сегодня на тему психосоматики мы решили поговорить с нашим гостем, врачом-психотерапевтом, доцентом кафедры поликлинической терапии и семейной медицины Раисой Эксимпельт. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Раиса Галина, ну что, правда все болезни от нервов? Правда нужно, если болит голова, нервы лечить? Термин психосоматика вообще не очень давний. Первая история идет от 1957 года, когда этот термин появился в медицине и когда была создана теория психосоматики. У нас именно в России, не где-то в мире, есть русская национальная психология, которая в свое время, это называлось нейропсихология, умело сказать, какая часть мозга поражена, потому что каждая часть мозга за что-то отвечает. Если болит шейный отдел позвоночника, я могу сказать, что это? Что это? Это большая ответственность, это проблема людей. Ну, вам расскажут невропатологи, что это вы так сидите за компьютером, что у вас такая постоянная поза, вынужденная в автомобиле, что это вот потому, потому что вообще мы ходим прямо. То есть в итоге получается, что если у человека болит шейный отдел позвоночника, значит, это его груз ответственности заставляет ее болеть. Да, и его неумение эту ответственность распределить, договориться с собой, но и с теми, по поводу кого или по поводу чего эту ответственность он имеет. Если мы хотим помочь моему пациенту, это будет вопрос, как изменить. И тогда я найду для него индивидуальные способы психотерапии и индивидуальные навыки, и индивидуальные упражнения, когда он научится делать что-то по-другому или относиться к чему-то по-другому, или договариваться, или убирать конфликтные истории, ну и так далее. В результате повысится его уверенность в себе, его самооценка, его уважение, его жизнь станет другого качества, и уже шеей-то совсем не надо будет болеть. Еще какие-то примеры психосоматической зависимости? Боли в сердце, как правило. Любовь? Нет. Любовь человека делает счастливым. А когда человек вызывает скорую помощь, и она электрокардиограмме норма, все равно я сделаю электрокардиограмму. Даже если у меня есть предположение, что у этого человека психосоматика, после этого я скажу, хотели бы вы узнать, что еще может влиять на то, что ваше сердце болит? Да. Хотели бы вы это изменить? Да. И я буду говорить с человеком о его обидах и чувстве вины. Или-или. То есть мы обязательно перейдем к отношениям с близкими, с важными для него людьми, со значимыми людьми, и разобравшись в этих отношениях, и опять же научив, то есть ответив на вопрос, как изменить, необходимость в боли сердца пройдет. То есть каждый в данном случае психосоматики симптом – это запрос на психологию. Вот так происходит психосоматика. Да, сначала чувства. Если бы наши дети, испытав обиду один раз в жизни, первый раз, к этой обиде отнеслись как ужас-ужас, то они бы были несчастными всю последующую жизнь. Но наши дети умеют забывать обиды? Да. Умеют. Они умеют выживать? Умеют. Это означает, что у них есть врожденная толерантность, устойчивость. И это есть у каждого человека. Что нужно сделать и получить ребенку, который обиделся или ударился? И достаточно, чтобы мама подула, поцеловала, погладила, и он бежит. Что нужно взрослому, который почувствовал обиду или пожалел себя? То же самое? Да. Почему мы это не делаем? Потому что мы взрослые, мы говорим себе. А взрослые так не делают. И это должен научить психолог. И если человек хочет, чтобы прошла боль в сердце, ему надо поверить, что нужно сделать вот это и вот это. Почему болит желудок? Почему у нас так много гастритов? Почему у нас так много язвенной болезни? Язвенная болезнь международной классификации это психосоматика. Я с уважением сейчас говорю для гастроэнтерологов и для онкологов. Если нет геликобактер, который, в принципе, вылечит 14 дней и еще месячный курс профилактики, то все остальное – это психосоматика. Это значит внутренний конфликт и психология между чем и чем. С одной стороны, этот человек хочет, чтобы быть зависимым, ну, в данном случае, возможно, от близких или от кого-то, чтобы его пожалели, чтобы получить внимание. А с другой стороны, он себе говорит, ну, я должен быть сильным, взрослым, самостоятельным, не нуждаться ни в ком и ни в чем. Я не могу об этом попросить. Чтобы вылечить язву, вас, если у вас язва, вас нужно пожалеть. Да. Но так как вы это не примете, если это будет сделано, ну, вот так, банально, и будете подозревать, что таким образом вас делают слабым, вам лучше пойти к психологу, чтобы вас научили, во-первых, принять жалость, а во-вторых, научиться выражать свои желания для человека, с которым вы живете, прямо. И вы будете тогда освобождены от риска, ну, психосоматической боли в желудке. А так как еще я вам говорю в данном случае, как врач общей практики, у каждого есть слабое место в организме от наследственности и предыдущей жизни, ну, и факторов риска, и это никто не отменял, то психосоматика ищет то место, которое ослаблено. Поэтому любая жалоба требует консультации не только с терапевтом, но и с психологом. Вот на этой ноте, я думаю, что мы завершим сегодняшнюю интересную беседу. Действительно, друзья, не все то, что мы считаем правильным и верным, то, что нам говорили наши родители, болит ухо, иди к лору, болит спина, иди к мануальному терапевту. Не все это верно. Посмотрите и подумайте о том, что существует и другой взгляд на вещи. У нас в гостях сегодня был врач-психотерапевт, доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины Раисы Гарьевны Аксенфельд. Спасибо. Спасибо.